Погибли от газа. Такова основная версия смерти супругов, проживавших в доме номер 22 на улице Фирсова. Трагедия произошла вечером 9 ноября. Без признаков жизни были обнаружены тела 35-летнего мужчины и его 32-летней супруги. По результатам проведенного судебно-медицинского исследования установлено, что смерть супружеской пары наступила в результате острого отравления угарным газом. На место прибыла бригада аварийной службы газа. Они обнаружили, что водонагревательную колонку и газовую плиту хозяева квартиры перенесли в другое место. По их данным, оборудование подключали самостоятельно. При проведении пробного включения проточного водонагревателя было установлено, что дымовой канал работает прерывисто, что привело к неполному удалению продуктов сгорания газа. Содержание даже на десятый процент в воздухе вашей конкретной кухни начинает тошнить, кружится голова, рядом в глазах не имеет конечностей. Если концентрация угарного газа достигает 1%, это уже летальный исход. В данный момент Следственный комитет Рязанской области выясняет все обстоятельства произошедшего. Ищут и допрашивают свидетелей, проводят экспертизу газового оборудования, которым пользовались погибшие. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. В 2017 году это первый для нашего региона случай нарушения правил пользования газом в быту, которая обернулась трагедией. В связи с этим сотрудники Рязань Горгаза напоминают основные правила безопасности. Для нормальной работы проточного водонагревателя необходимо обеспечение притока свежего воздуха и надежное отведение продуктов сгорания через дымоход. Запрещается застраивать, закрывать вентиляционные каналы. Перед включением газового прибора необходимо убедиться в наличии тяги. Если она отсутствует, прибором пользоваться категорически запрещено. Три раза в год проводите проверку дымоходов и вентиляционных каналов. А для замены газового оборудования приглашайте исключительно специалистов. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».